Ну что ж, наступил еще один Новый год, старый Новый год мы отметили, теперь окончательно проводили 2021 год. И время подвести, наверное, окончательные итоги новогодних праздников. У нас они выражаются с какого-то времени в новогодних каникулах. То есть не только у нас школьники отдыхают, как вы все еще со школы привыкли. Школьник, вспомню, еще до 10 января, 11 января, он черный день, все, наконец, точнее, не наконец-то, бороться в школу. Долго, третя-четверть, это ужасно. Теперь взрослые отдыхают полноценно, и теперь уже и 10 дней, и, наконец, наши власти додумались 31-е сделать выходным, чтобы люди могли спокойно все-таки стол как-то подготовить, отдохнуть, в конце концов хоть немножечко выспаться. И сегодня мы как раз поговорим о том, вообще, а нужны ли в целом новогодние каникулы. Потому что с самого того момента, как их вели, раздаются всякие мнения, дескать, а нужно ли оно, а давайте работать. И вообще, это люди непонятно чем занимаются на этих каникулах. Оливье объедается, телевизор смотрит, на диване валяются, наедают себе килограммы, портят нервную систему всякими потреблениями напитков всевозможных горячительных и так далее и тому подобное. Другие, наоборот, говорят, что, дескать, это же классно, можно отдохнуть, можно нормально встретить Новый год, побыть, в конце концов, с детьми, у которых как раз, как я уже сказал, новогодние каникулы. Сегодня, в общем, у нас тема новогодние каникулы за и против. А вы, дорогие телезрители, звоните в телефону 300-190. Интересно, ваше мнение, что вы думаете? Вот вы рады новогодним каникулам или нет? Или вы хотите с 2 января прям к станку, а может даже с 1, нечего отдыхать? Хочу представить гостей нашей студии. Это Юрий Рыльский, наш известный тверской психолог. Юрий, добрый день. Здравствуйте. Это Елена Низова, кандидат медицинских наук, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области. Елена, добрый день. И Оксана Толкаченко, заместитель директора Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Оксана, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые дамы и господин, поздравляю вас с прошедшими праздниками, уже с Новым годом по новому стилю, и по старому, и с Рождеством, с окончанием каникул. Ну что ж, мне интересно ваше мнение, что вы думаете, причем и как человеческим интересно ваше мнение, и как экспертов. Оксана, ну начнем, наверное, с тебя. Кто-то экономист, все-таки экономика это наше все, она определяет жизнь нашего государства, нет экономики, нет страны. Это объективно. Поэтому, конечно же, интересно мнение с точки зрения экономики. Вот скажи, новогодний каникул, это действительно такой мощный удар по нашей экономике? Ром, ну давай, чтобы не накладывать какой-то субъективизм на экономический аспект новогоднего празднования, я, наверное, сейчас озвучу некоторые факты, которые скажут, мне кажется, сами все за себя. Вообще, если говорить о исследованиях, которые проводят экономисты, аналитики в течение многих лет, они говорят о том, что ежедневно, то есть один день новогодних каникул, это потери для страны в районе 120-150 миллиардов рублей. Если мы берем сами 10 дней наших каникул, то это где-то около полтора триллиона рублей мы теряем за новогодние праздники. Это абсолютные цифры, и может, в принципе, ты сказать, ну а что, это много, или мало, да? Может быть, это копейки. Но чтобы было понятно, я скажу следующее, что вот это вот полтора триллиона рублей, это потеря где-то полтора процента от ВВП за месяц. То есть это серьезный, на самом деле, показатель. Ну и, естественно, возникает вопрос, да, почему мы теряем и за счет чего мы теряем. Вроде бы как можно отметить, что каникулы, люди отдыхают, радостно тратят свои зарплаты, которые получили в конце декабря. И вообще, такое вот идеальное, просто радостное настроение у всех, и у некоторых представителей экономики тоже. Но, смотрите, да, действительно, факты говорят за себя, что розница сферы услуг в течение праздников, даже не просто праздников вот этих 10 дней, а до праздников, то есть конец декабря, начало января, они действительно характеризуются повышением выручки. И если говорить вот в среднем, то где-то на 14% повышается уровень расходов населения в этот период. То есть наблюдается рост именно потребительской активности. Для вот предприятий, торговых предприятий, для сферы услуг, для, не знаю, перевозок, ЖД-перевозок, авиаперевозок, туристических фирм, это, конечно, хорошо. И опять, как говорит статистика, где-то порядка 25% годовой выручки они как раз-таки делают за этот период, вот за этот месяц. Но мы должны понимать следующее, что прирост ВВП обеспечивает в первую очередь максимально это сверхпроизводство. И у нас как раз-таки вот эти потери, да, 1,5% от месячного ВВП, это как раз за счет простоев в слое производства. И в общем, в целом за этот период производительность предприятий падает где-то на 15-20%, а это серьезный показатель. Поэтому если посмотреть на производственную сферу, то как она выглядит? Предприятия, которые имеют возможность уйти на каникулы, то есть завершить свой производственный процесс, они это делают. Для предприятий с непрерывным процессом производства идет существенное сокращение объемов деятельности, что в конечном итоге вот сказывается на результате, на экономическом результате, то есть на тех потерях, которые несет государство ежегодно. И если говорить еще, да, вот о фактах, о цифрах, то нужно отметить следующее. Вот мы акцентируем внимание на потерях в непраздничные, в непраздничные, нерабочие дни. А вот сколько у нас этих непраздничных, нерабочих дней было в течение года? Мы отдыхали в мае месяц, мы отдыхали в ноябре месяц. То есть если мы... Да, 7 дней умножим еще на 3, да, то это уже будут потери более серьезные в течение года. И говорить о том, что с экономической точки зрения новогодние праздники это благо, особенно за 2021 год, я бы, наверное, не спешила. Ну, ведь я могу сказать, что вот эти, которые у нас в течение года переносят, там же не просто они объявляют какой-то день выходным, там, условно говоря, перед 7 марта. Нет, Ром, я имела в виду другое. Я имела в виду, когда объявил президент нерабочие дни в связи с пандемией. А, именно с пандемией, ага, я согласен. Конечно, конечно, с пандемией. Хотя, конечно, мы понимаем, что и многие предприятия, они, конечно, работают, да. Вот опять говорит та же статистика, что коммерческие организации, они зачастую идут на то, чтобы организовывать свою деятельность. Но тут есть тоже определенные ограничения, и тут все связано с работниками, с персоналом. Потому что, если мы говорим о небольших частных компаниях, они действительно могут себе позволить работать в празднике и делать это, ну, скажем, нелегально. А, допустим, в достаточно крупных компаниях уже работники будут требовать оплаты труда двойной за выход в именно праздничные дни. Поэтому тут тоже вот такой вот момент тонкий. Но ведь можно сказать, что мы все знаем, что такое предновогодняя вот эта суета за парой и так далее, когда мы все работаем интенсивно, подбить хвосты и так далее. Можно сказать, что люди, наоборот, что перед Новым годом интенсифицируют свой труд, нет? В смысле? Ну, работают двойнее и так далее. Перед Новым годом. Ну, или это только, что называется, мы на телевидении стараемся, там какие-то делаем сюжеты, может быть, кто-то в чиновнике остается напряженно работать? Все равно. Даже если вот взять за такое условие, что абсолютное большинство экономически активного населения Российской Федерации до праздников работает в два раза больше, ну, это фантастика, да? То есть какие-то, вот как ты, например, может быть, так и поступает. Но таких единицы, опять, я думаю, вот психолог меня поддержит и скажет, что некие психологические аспекты поведенческие никто не отменял. И в преддверии праздника, ощущение праздника, наоборот, уже мысли, они уходят далеко от рабочего процесса. И уже люди в декабре месяце середины мысленно и не только мысленно и физически погружаются в празднование, что также снижает работоспособность. Поэтому, я думаю, вопросы психофизиологии, трудовой деятельности как раз-таки можно объяснить коллеге. А вопросы психологии мы обсудим после рекламы. Три минуты не переключайтесь. И мы ждем вашего мнения, вот нужны новогодние каникулы или нет. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, нужны ли новогодние каникулы или нет. Вот старый Новый год проводили, и можно теперь окончательно уже вздохнуть. Кому-то с горечью, кому-то с радостью. И все-таки решить для себя, вот классно это или нет, что у нас есть такие 10-дневные новогодние каникулы. Вы, дорогие телезрители, звоните, 300-190. А пока мнение Юрия Рыжского. Юрий, скажите, вот в первую очередь, Оксана сказала, перед Новым годом вы согласны, что люди как-то более интенсивно работают? И вот тоже, вот вроде прозвучало мнение, что то ли на расслабоне, а то ли интенсивно. То есть, как-то на психику скажется, есть ли у людей такой, знаете, загон, что они уже просто загнаны под конец года? Ну, видимо, часть людей работает интенсивно, те, кто заняты в сфере, значит, развлечений, услуг, подготовки, отдыха. И для людей этих вот сама пора, что называется, себя тут показать. А часть людей, конечно, готовится уже к праздникам, вот, они в преддверии этих праздников. Может быть, и падает производительность труда, надо цифры смотреть. Но то, что к Новому году заранее готовится, это да, это так. Кто-то готовится за полгода, кто-то вообще ждёт Новый год весь год, когда он, наконец, наступит. Кто-то готовится непосредственно перед праздниками. То, что производительность труда, может быть, страдает, или мы потери несём финансовые, связанные с праздником, наверное, это так. Но тут надо бы выяснить, мы вообще живём, чтобы работать, или работаем, чтобы жить. Тут такая вот философская дилемма. Нам нужен отдых, или мы можем без него обходиться? Трудоголики могут без него. Могут без него. Может быть, трудоголики тоже отдыхают как-то, но по-своему. Дело в том, что как-то находится способ отдохнуть. Мы не можем всё время находиться в рабочем состоянии. Мы физически не можем этого. У нас есть паузы, которые нужно заполнять восстановлением сил. Вот туда относится и отдых. И лучше это делать, конечно, каждый день. Каждый день должны быть какие-то часы, направленные на то, чтобы отдохнуть. Но вопрос, когда я вот задаю вопрос людям ко мне приходящим, «А у тебя есть какая-то система отдыха? Ты планируешь отдых?» Такой вопрос обычно ставят в какой-то тупик. Или, например, «А как ты расслабляешься?» На этой вещи немножко разно расслабляться и отдыхать. А вот так вот? Да, вот так вот. И вот здесь тоже возникают большие, так сказать, вот такие задержки с ответом. Поэтому, если речь идёт о времени каникул на Новый год, которые мы можем действительно направить на то, чтобы отдохнуть с семьёй, восстановить свои силы, то это полезно. И у нас очень хороший график в этом плане. У нас вот Новый год, там целые где-то 10 дней или около того, да? Потом через полгода у нас майские праздники большие. Ну, там короткий период, но всё-таки есть. И чем больше у нас возможностей целенаправленно подготовиться к отпуску, собраться с семьёй и где-то это провести, тем больше вероятность, что вы как-то восстановите свои силы. И ваша производительность в связи с этим может тоже подниматься. А если у вас нет таких, значит, периодов, связанных с отдыхом, и вы даже их не можете ни планировать, ни как-то там свою жизнь включать, внедрять, то тогда, да, вот, наступает то самое, что может со многим случиться, такие вещи, как эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, когда человек не может восстанавливать силы. Он не имеет это делать, или у него нет такой возможности, или он вообще не имеет времени на такого рода, значит, профилактику и болезни, и, собственно говоря, своей возможности работать адекватно. Поэтому, если это рассматривать как форму отдыха, праздники, да и ещё вот такие вот достаточно большие, то, на мой взгляд, это полезно, если это, конечно, использовать по назначению, отдыхать в это время. Ну, вот, Елена, скажите, вы, как заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, вот вы согласны с тем, что люди наши, я имею в виду, конечно, вот те мнения, что это плохо каникулы, что люди не умеют, как вот нам, то, что Юрий Русевич сказал, отдыхать, потому что элементарно обкладываются очень калорийной едой, ещё и алкоголем, и при этом ещё всё это время проводят, ну, значит, часть времени лёжа на диване перед телевизором. Вот вы согласны, что новогодние каникулы, новогодние праздничные, это, скорее, вредно для нашего здоровья. Ну, во-первых, с Новым годом, с Новым годом, со Старым Новым годом, с Рождеством. Это хорошее время, это хороший праздник, и наилучшие пожелания на Новый год, прежде всего, конечно, здоровья всем. Вот моя личная точка зрения, потому что, наверное, всё-таки всегда зрителям хочется услышать личную точку зрения участников дискуссии, вот что, да, личную, человеческую, да, но и потом уже немножко где-то профессиональные, потому что, безусловно, они где-то соотносятся друг с другом. Всё-таки я за такие праздники. Лично я, потому что я вообще настроена на позитив, на то, что жизнь — это праздник, а не какие-то там испытания, страдания. А раз жизнь — это праздник, то, в правилах жизни должно быть праздников больше. Другое дело, что, может быть, они слишком продолжительные в нашей стране. Опять же, немножко я привыкла смотреть на опыт, ну, скажем так, других, ну, других, вообще других, ну, в данном случае, может быть, это других каких-то не цивилизаций, а стран. Всё-таки они там тоже есть обязательно каникулы. По один-по два дня, да, вот как раньше, у нас в советское время было, мало кто отдыхает. То есть есть в Европе пасхальные каникулы, есть рождественские каникулы, есть летние какие-то праздники тоже. И обычно это всё-таки 3-4-5 дней. И вот если говорить о рождественских каникулах, то всё-таки это недели. У нас две недели, ну, может быть, всё-таки это, конечно. Десять дней у нас. Ну, а десять дней, конечно. Ну, теперь 31-го сделали выходным, и вот мы десятым вышли. Ну, десять дней, да, в этом году. Всё-таки я за то, чтобы они были чуть короче. Что касается, почему я за, и вот то, что вы говорили, что это нарушение режима, это, конечно, нарушение режима. Вот, согласны, имеет место быть в массе своей. Да, безусловно, но каждый человек 31-го, 1-го января каким бы, но это только какие-то единицы, которые, наверное, не смотрят даже вот сегодня эту передачу, потому что они упорно стоят на своей позиции. Какие-то там веганы или какие-то спортсмены, ещё там что-то, да, но им просто это. Но основная масса, она всё равно меняет свой режим с точки зрения сна, с точки зрения питания, с точки зрения просто психологического настроя. Ну, конечно, есть изменения режима, как бы мы этого ни хотели. И алкоголь, и всё остальное, и общение, и у кого-то это действительно расслабление, у кого-то это, наоборот, невротизация с какими-то психологическими вот этими последствиями. И изменение режима физической активности. Кто-то чаще выходит, да, на лыжах, на коньках, вот, ну, например, у нас в семье, там, дети, они на коньках обычно вообще не выходят, вот, в эти новогодние праздники они семьёй там три раз ходили на кодок. Видишь, хорошо? Ну, прекрасно. Кто-то на ватрушках, кто-то просто с палками, кто-то, наоборот, меньше, потому что, ну, вот, кто-то просто чисто физически выходит в магазин, там, на работу, а здесь... Вот, поэтому нарушение режима, безусловно, есть, прибавка веса есть, избыточное слегка или не слегка потребление алкоголя есть. Поэтому... Это стресс колоссальный для организма. Это стресс, но у нас вся жизнь со стрессами, и, в общем-то, есть позиция, точка зрения, что без стрессов мы не можем существовать. Здоровье стресс, он только укрепляет организм, это да. Поэтому я думаю, что здесь, как и во всём, это вопрос меры и вопрос хорошего выхода из этих каникул. Потому что кто-то начинает себя казнить, и там мне тоже приходят такие, я вот полтора килограмма набрала, и что мне с этим делать? Сахар крови у меня уже три раза я беру из пальца, он меня повышит. Ах, что мне делать? Да ничего не делать. Была, ну, это абсолютно нормальная ситуация, что вы прибавили полтора килограмма, но пойдите вы неделю, побольше походите, они у вас уйдут. Ну да, вы каждый день там шампанское, ещё что-то, но прекратите, и неделю вообще не принимайте. Ну да, вы залежались, но встаньте, в конце концов, и пойдите побольше походите. Не знаю, мне кажется, это вот настолько элементарно, но лишать себя, да, и лишать вот как бы нашу страну вот этих вот, я вот не сторонница, не придерживаюсь вот этих вот таких, такой точки зрения. То есть вы бы укоротили? Я бы укоротила, оставила, укоротила, ну, и, может быть, какие-то всё-таки приняла меры, чтобы вот, ну, как-то, не то что, ну, вот внедрять и пропагандировать более здоровый, да, если это возможно. Всё у нас как бы не... Изменение поведения – это вообще очень сложная штука. Я не знаю, психологи и психотерапевты насколько со мной согласятся или нет. Изменить поведение – это вначале просто нужно оценить проблему, изменить к ней отношения, потом менять поведение. Вот, но если вот класть на весы, вот я всё-таки за праздники. Ну, мы не говорим, я думаю, что нужно их вообще отменять, да, мне кажется, речь об этом не идёт, просто речь идёт о том, насколько они длительны. Ну, вы же понимаете, что почему у нас в том числе так вот получилось, на самом деле, в России, вот в России, потому что у нас с шестого на седьмое, что у нас? Рождество. Рождество. И в этом весь затык, что они, может быть, сделали их до пятого, почему в своё время? Они же были, помните, когда в 2005 году до пятого, но потом, получается, люди выходят на работу на один день, а потом волей-неволей опять выходной. Наверное, ещё хуже такое. То есть, если бы не было седьмого января, я думаю, Рождества, оно бы, по-моему, складывалось бы. Ну, и так, если бы не в воскресенье, можно было бы выйти на работу девятого, а не десятого. Ещё один день, да? К примеру, просто вот в чём дело. Но сокращать однозначно нужно. И с точки зрения экономики, и с точки зрения медицины нужно. И вот я, например, считаю, что вот с экономической точки зрения, с житейской точки зрения, с психологической точки зрения, надо отдыхать 31 декабря, несомненно, потому что, когда мы работали в этот день, это полный бред. Это не работа, это лишние психозы, расстройства, конфликты и так далее. Все прекрасно знаете, зачастую это было такое досижение. Люди приходили, добрые работодатели, как правило, говорят, ну, давайте до трёх, до четырёх, и не два, не полтора, все приходят, друг другу смотрели. Вот 31 декабря была производительность ноль, а расходы были большие, потому что свет горел, не знаю, да, и компании несли только расходы. Поэтому я считаю, что 31 надо оставить, первое, второе, ну, может быть, третье. А по идее, третьего бы надо уже выйти на работу. Потому что мы сейчас, вот если говорить объективно, живём не в ЭДМе, да, мы живём в Российской Федерации. И, к сожалению, экономика Российской Федерации не находится на прогрессивной фазе развития. И экономику, как это не было бы банально, но её нужно поднимать. А только ежедневным и достаточно усердным трудом мы можем добиться каких-то результатов. И опять потери за три дня, да, за четыре дня не будут стоить существенными, колоссальными для экономики. Люди не успеют расслабиться в такой степени, что им нужно потом неделями входить в рабочий график. Опять здесь выгоды и вот с точки зрения психологического восприятия. Знаете, вот когда в нашей жизни чего-то много, это обесценивается. Когда в нашей жизни чего-то мало, это крайне ценится. И я считаю, что сегодня праздники в 10 дней, они сами себя обесценивают. У нас нет ощущения счастья и радости. Вот буквально сегодня с коллегами обсуждала такой момент. Я говорю, знаете, лет 15 назад, 20 назад, все праздновали, собирались семьями, друзьями, старый Новый год. Сейчас об этом речи не идёт, потому что это не воспринимается уже как праздник, и уже мысль о том, что нужно праздновать, она на самом деле уже в какую-то панику поселяет, потому что ты понимаешь, что праздновать – это вот еда, это вот соответствующие какие-то атрибуты, которых в твоём организме и в душе уже слишком много, от этого уже хочется отдыхать. Поэтому у нас настолько длительные праздники, что нам нужно время, чтобы ещё потом отдыхать от этих праздников. Это ненормально. Поэтому если будет ограниченное количество дней, 3-4 дня, мы будем эти праздники больше ценить, мы будем их более качественно проводить, мы не будем тратить на какие-то ненужные вещи, которые грозят ущербом нашему здоровью. Опять вот тут же Аниченко, да, мне кажется, каждый год, послушай, он говорит, что это период просто какого-то кошмара, потому что огромное количество смертей в результате алкоголя, алкогольных психозов, самоубийства, убийств и так далее. Поэтому всегда эти процессы негативные, они тоже возрастают. Почему? Потому что людям просто-напросто нечем заняться. И ещё экономический аспект. Смотрите, если мы говорим об отдыхе, да, то есть вот мы должны проводить свой досуг. И по идее в современном обществе предполагаются определённые мероприятия, которые укрепляют наше здоровье, которые развивают нашу личность и так далее. Сегодня, чтобы организовать свой досуг, чтобы выйти из дома в нерабочее время, нужны деньги. Ну давайте вот объективно смотреть на вещи. Что любые развлечения, любые действия, они предполагают материальные затраты. Ну люди копят. Ром, ну давай смотреть объективно. У нас 12% населения живёт за гранью бедности, да, за чертой бедности. У нас у 12% населения доходы меньше минимального прожиточного минимума, а это 18 миллионов. Сколько людей, я думаю, что это уже будет приличный процент, и может быть даже 50, да, которые живёт вот только-только, и у них нет возможности вот тратить деньги на развлечения. Поэтому что остаётся? Остаётся сидеть дома, сидеть, таким образом, да, мы экономим как бы деньги, и что получается? Мы сидим дома, о чём нам заняться? Ну конечно же, логично в какой-нибудь приятной компании, семейной или дружественной, собраться дома, провести интересное время, употребить алкогольные напитки, которые зачастую не всегда качественные, поскольку денег на качественный алкоголь нету. Отсюда опять-таки отравление алкоголя. Вот недавно, да, была история смерти в какой-то области от того, что контрафактные водка отравились. То есть вот такие моменты, они тоже сказываются. У нас население, доходы населения не растёт. Вот смотри, в Тверской области за 2021 год в среднем, да, зарплаты выросли на 2%. На 2%. Давайте возьмём уровень инфляции, который был на конец 2020 года, 2021 года, то есть за год какая разница. В декабре 2020 года было 4,9%. Сегодня у нас это 8,4%. Это официально. То есть смотри, насколько растут наши доходы и насколько растёт инфляция. А объективно инфляция у нас скрытая, она больше. Поэтому у нас больше денег в карманах гражданина Российской Федерации не становится, становится меньше. От обязательных затрат никто же не у нас, нужно их осуществлять, нужно поесть, заплатить, не знаю, за коммунальные платежи. Поэтому реально средств на организацию досуга у народа, у населения, мы же смотрим глобально, массово, конечно же, меньше. То есть денег нету, но на водку они найдутся. Ну, конечно, это понимаешь, просто психика, она работает по пути наименьшего сопротивления. Да, конечно, поэтому проще пойти вот таким элементарным путём, чем каким-то образом себя настраивать на более высокие цели. И культура у нас, давай объективно смотреть, вот нет у нас культуры потребления, алкогольного напитка, у нас нет культуры организации досуга. Люди, бывавшие в Англии, к примеру, или в США, вот у них такой культуры нет, что мы мега культуры. Вот как они там, как мне рассказывали, англичане, те же самые накидываются, как я читаю впечатления наших русских людей, кто живёт в Японии и в Южной Корее, говорят, просто каждый день, вот они каждый день идут, и причём все ещё компании, причём нельзя встать в столовой, потому что пока босс не ушёл. И вот, то есть, я так читаю, знаете, вот эти и слушаю людей, которые вот за границей этих стран убивали, я думаю, что мы, наверное, самые правильные в этом плане. Давай не будем брать плохой пример, давай брать хороший пример. Я просто ещё тоже, может быть, в отношении продолжительности праздников и, может быть, даже тоже каких-то таких предостережений добавлю с точки зрения демографии, всё-таки, потому что я ещё, по мнению того, что врач, вот действительно занимаюсь несколько проблем популяционного здоровья, а это демография, это популяционные все вот эти вот вещи, точка зрения демографов и людей, которые анализируют смертельные исходы, болезни, госпитализации, то есть вот это всё, что связано с медициной, ну и вот количество смертей возрастает у нас в праздничные дни, смертность возрастает. Это вообще по России, ну даже где-то это немножко в мире, но и в России особенно, то есть проводились многочисленные исследования хорошего качества, или когда суббота, воскресенье количество вызовов скорой помощи больше, инфарктов, инсультов больше, смертей больше. Поэтому вот что-то, может быть, кроется за этими, какие-то другие причины смерти, но тем не менее, вот выходные, праздничные дни, наверное, в основном это связано с алкоголизацией всё-таки населения. Травм гораздо больше, чем в рабочие, нормальные, рутинные дни. Среда, четверг, пятница. Ну, такова статистика, таковы вот демографические данные. Поэтому, конечно, что хотелось бы сказать, что вот каждый праздничный день нам нужно просто признаться себе, быть честными. У нас наверняка уносит, то есть какие-то жизни, лишние жизни, экстра смерти мы получаем по сравнению с тем, если бы люди этот день проводили на работе. Это жизнь. И, наверное, вот это как бы статистика, и, наверное, это тоже вот наши ежедневные наблюдения показывают, потому что если мы возьмём вот среднестатистического небогатого российского человека, он, к сожалению, ниже, наверное, то день у него начнётся или закончится определённым возлиянием. Мы сейчас не говорим, может быть, о Твере. Вы имеете в виду в празднике или вообще? В празднике. А, я думаю, на будет ещё себе. Начнётся, так и закончится. Не, 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 обычная Русс-Матерская. А Россия в целом. Мы говорим сейчас с вами Ржев, Западная Двина, Максатих, я не знаю, слушают они нас или нет. Урюпинск и так далее. Урюпинск, да. То есть если он не идёт на работу, то он будет продолжать. И это всегда повышенный риск различных ситуаций, травм, каких-то там ещё несчастных случаев и болезней. В том числе каких-то сосудистых катастроф, катастроф, связанных с пищеварительным трактом, кровотечением, всё что угодно. Вот, поэтому, конечно, вот здесь вот я тоже поддерживаю ещё раз точку зрения и склоняюсь, чтобы хотелось бы иметь как, но это, наверное, вот, да, не очень просто и поскольку делить 3-4 дня или ещё. Вот, но предостережение касается, что ещё, наверное, в праздничные дни кто-то забывает принимать таблетки, да, потому что действительно есть какой-то режим измерять артериальное давление, тоже глюкозу. В праздничные мы всё забываем, таблетки у нас куда-то исчезают, у нас на столе, там, другие вещи. Вот, поэтому у нас получаются кризы, какие-то ещё вещи в праздничные дни, потому что вот это вот внимание к своему здоровью, ну, ослабевает. Это, опять же, это нормально. Это, ну, это, нет, просто лишний раз настроить, что, ну, где-то вспомнить об этом, либо вернуться в послепраздничные дни к своему нормальному вот этому режиму. приёмы лекарств, самообследованию, вот, достать тонометр из шкафа, на котором стояла ёлка, положить. Такое интересное, у нас к такому идее пришли, что работа спасает жизни, поэтому давайте работать. То есть вот такой у нас лозунг получается. Вот, понимаете, для России, к сожалению, сейчас. На данном этапе, на данном этапе. Это действительно так. Если хочешь сохранить свою жизнь и продлить, иди работай. То есть вот работы кони дохнут, но не люди, да? Не россияне, только не россияне. Да, у меня тоже есть на этот счёт. Несколько таких вот мнений появилось. Видите, какая вещь? Когда мы говорим о здоровом образе жизни, видите, эта культура формируется. Если мы отберём праздники, негде будет формировать такую культуру отдыха. Нельзя с помощью запретов взять и искоренить всё, о чём вы рассказывали. Поэтому здесь требуется время, чтобы люди перестраиваться. И эти шаги идут, и есть результат. В России начинает сдвигаться вот об алкоголе. Сейчас заведу разговор. Есть, значит, вариант северного употребления спиртного, есть южного. Когда северный вариант потребления, там больше крепкого, в южном это всё-таки более... Лёгкие. Лёгкие, да. Вот туда сдвиг пошёл, тренд есть. Да? Да. У нас в России. То есть мы понижаем градус? А вот Оксана, как экономист, Оксана, ты согласен с этим? Потому что вина, мягко говоря, вы прекрасно знаете. Не дешёвая. Мягко говоря, поэтому в силу даже этого, я вот не верю, что в России с нашим уровнем жизни есть возможность купить даже кубанское, молчу про итальянское, там и грузинское, которые стоят дорого. Ещё один момент, связанный с деньгами. Видите, чтобы как-то вот включиться в здоровый образ жизни, тут особых денег-то не надо. Не обязательно ходить в очень дорогие какие-то центры. У вас есть возможность, вы едите. Кстати, центров новых спортивных много. Я вот открыл справочник по Твери. И они каждый год строятся. Сейчас больше 20, и они разбросаны по всему городу. Я поехал на каникулы на лыжах покататься у Гришкина. Негде припарковать машину. Если ты приезжаешь к обеду, негде встать. Потому что всё занято. Это не предмет того, занимаются люди спортом или нет. А здоровый образ жизни, в общем-то там, ну какие вложения, если вы всё ваше поведение под это дело модифицируете? Какие там большие вложения? Ну что, кеды себе купить? Опять-таки, смотрите, те же лыжи надо тоже купить. Не все себе это могут реально позволить. Детям сами купить. Это жизнь. Просто мы говорим именно о такой достаточно широкой прослойке населения, а не каких-то вот единиц. Не думаю, что это вот так настолько, что все настолько бедны. Здесь, в общем-то, всё дело приоритетов. А приоритеты, конечно. А приоритеты пока ещё не выстроились таким образом. Приоритеты, вы посмотрите на молодёжь, как она себя ведёт и куда она ходит. Ведь вечерами заняты все спортивные сооружения, если вы посмотрите. Для того, чтобы переделать старшее поколение, нужно время. А вот для того, чтобы... А получите, на ваш взгляд, вот поколение, которое, скажем, воспитано в советские годы, и, ну, воспитано, скажем, вырос, формировалось в 90-е всё-таки. На ваш взгляд, вот этих людей можно переделать? Все люди меняются. Но если вы с молодых ногтей, что называется, вот сейчас молодые, папа, мама, которые тренд на здоровый образ жизни, очень широко распространяются. Без вопросов. Я говорю про тех, кто... А, и вот они рождаются в них. И эти люди тоже меняются, потому что сейчас много проводится для людей среднего возраста всяких мероприятий, даже для пенсионеров всякие разные соревнования, где ты можешь прийти и показать, как ты ещё бодро и весело. Вот. И у тебя есть возможность это демонстрировать и собственным детям, и внукам. В общем, я бы сказал, что здесь всё зависит от того, насколько это будет популярно, и как мы будем двигаться. Но запреты здесь не сработают. Вот. И мне кажется, что если вы в своей семье каждый что-то начинаете делать в этом плане, начинаете действительно понимать, зачем нужен отдых и как его организовывать. Чуть-чуть много ещё на то, что вот я сижу, не знаю, чем мне заняться. Вот. Кто-то должен прийти, меня поднять и, значит, куда-то меня направить. Вот. Здесь всё кроется. Я-то сам могу что-то делать? Или мне обязательно нужен поводырь, который меня куда-то отведёт? Ну, даже если мне нужен поводырь, я и такого могу найти. Есть, в общем-то, сейчас какие-то там вращества, организации, объединения, где люди собираются, кучкуются и вместе проводят вот какие-то мероприятия на свежем воздухе. Всё это возможно. Мало того, если вы об этом будете говорить, показывать, рассказывать, не пугая и не сокращая ничего, то люди туда втягиваются. А деньги под это всегда можно найти. Так же, как деньги под отпуск. И же откладывают. Лыжи – это не то, что надо покупать там каждую, каждый месяц или каждый год. Можно сколько-то алкоголь не выпить, деньги сложить и купить. А пока это вопрос приоритетов. Вопрос приоритетов. И это вопрос воспитания, по сути, это будет зависеть от того, как мы живём сейчас. И это вот и практикуется. А с другой стороны, вот, смотрите, если посмотреть в ретроспективную, да, в ретроспективу, то что мы можем увидеть? Вот 12-е годы, да, когда вообще, мне кажется, никто спортом особо не занимался. На улицах по вечерам, на всех лавочках, молодёжь распивала алкогольные напитки. Всё-таки, то, что наш президент является спортсменом и поддерживает спорт уже на протяжении многих лет, да, сколько он у власти, даже вот сегодня нацпроект, да, «Спорт – нормы жизни». Всё-таки, я считаю, что вот за последние лет 15-20 мы вышли на более высокий уровень в плане организации спортивной деятельности и культуры, внутренней культуры. Но мы ещё, но мы ещё в пути, мы ещё в пути, то есть мы ещё не дошли до уровня, и ещё не всё население поглощено вот этой концепцией, чтобы отдыхать 10 дней, заниматься спортом, кататься на тюбинках, там и так далее, на лыжах, то есть пока что ещё это рано. Ну вот, да. Ну, я бы хотела сказать, конечно, положительные вот сдвиги, тенденции присутствуют. Есть, конечно. Это безусловно, да, и даже мы видим просто действительно, что количество катков, те же, ну вот даже, да, там 10 лет назад, а сейчас каждый, ну сейчас вот даже в этом году, да, не было в парке побед, теперь есть. Куда ты едешь, видишь, что вот эти строятся, вот эти вот физкультурно-оздоровительные комплексы, вот, всё это есть. И действительно молодёжь, как-то она поворачивается в сторону зимних видов спорта, и летних велосипедов, сейчас гораздо больше на улицах. В своё время мы проводили исследования по велосипедному движению. Посмотрите сейчас, да, да, вот все эти популярные, и открытие велосезонов. Велосипедов реально стало больше летом. Да и зимой сейчас тоже, да, нет, нет, этот вид транспорта, у нас всякие эти скутеры и прочее, это всё самокаты. То есть, конечно, вот физическая форма, ну вот это надо признать. Другое дело, что всё равно как бы есть вот это расслоение социальное, вот есть, да, определённый социальный портрет человека, исходя из его уровня образования, семейного статуса, исходя из его дохода, и даже, может быть, не в количественном выражении, а с точки зрения стабильности дохода. И эти люди, у них приоритет здоровья выше, они нас лучше слышат. Вот, да, вот нас, например, нас с коллегами Центра общественного здоровья, мы вот уже аудиторию видим, вот эти мы услышаны, мы будем, им можно говорить, сколько нужно в день ходить, как, как начинать, как продолжать, с кем вот. Есть абсолютно мёртвая аудитория, это телевизионное, радио, интернет, любая аудитория, которая вот ему говорит, говори, говори, у них всё равно нет ценности здоровья. Вот, и здесь у нас как бы получается, что мы повышаем вот эту культуру первой части населения, а со второй мы её не сдвигаем с места. И, наверное, вот здесь вот перед нами, вот в частности передо мной, стоит задача вот найти какие-то слова, какие-то действия, какие-то ещё, чтобы поменять менталитет, вот оставшейся, ну, скажем так, более тёмной части населения. То есть это, это легче, и они сами уже всё понимают, и они выходят. Но есть ещё такая вот тёмная масса, к сожалению, в России, которой, может быть, нет нигде, в другом даже мире, там более как-то это ровно. То есть даже, например, в Швеции, вот что Стокгольм, что возьмите там 10-тысячный посёлок, там в 200 километрах от Стокгольма, они примерно одинаково там, они примерно одинаково пьют, едят, гуляют, занимаются спортом, у них примерно, а у нас, вот чуть-чуть отъехал, и уже они не слышат тебя, они понимают, что такое здоровье. И таких, мне кажется, всё-таки большая часть пока что. И они остаются, вот сколько их там, это, конечно, сложно сказать. Безусловно. Безусловно, конечно, сложно. Там же у них всё одинаково приблизить, а у нас в Москве одна зарплата, теперь другая, а Максатиха третья. Да, ну вот просто, опять же, поддерживая коллегу, ну как-то вот можно, конечно, им тоже сказать, да что ты, господи, зачем тебе нужно идти, ты встань и пойди гуляй, да, тебе для этого не надо ничего, у тебя есть там 15 тысяч зарплат, ну тысячу там, ты выдели, на какие-то смену кет себе, но это не сработает. Вот почему-то это не сработает у нас. И опять, мы, наверное, тоже не теми словами говорим, но это нужно по-разному обращаться к разным слоям аудитории. Знаете, ведь это в любом обществе есть всегда некий авангард, который быстро схватывает и вот вас слышит и двигается вместе с вами. А есть инертная масса, она всегда большая, она будет удержана. В Швеции тоже? Везде. Нет, есть, конечно, безусловно. Это судить, вот возьмите Америку, возьмите там Англию, вы же сейчас говорили об этом. Вот я же не хотел на вирус переключаться, но там это особенно хорошо видно. Всегда есть инертная масса, а кто-то будет категорически против чего-то, таких тоже будет процентов 10-15. Это совершенно нормальная вещь. И тут требуется некоторое терпение. Надо продолжать работать и продолжать двигаться в том направлении, которое выбрали. А вот сиюминутно, вот, да, это не получается. Тут нет таких рецептов, что завтра мы проснемся и другие. Здесь требуется действительно большое время. Здесь смена поколения произойдет на все это, чтобы вот поменять стиль жизни, образ жизни, мышление поменять. Понимаете? Если вы планомерно занимаетесь своим делом, показывая, как это может быть, вы все больше и больше людей сможете заразить. Если вокруг вас хотя бы 5-6, которые вас видят, займутся вместе с вами, то за ними еще 5-6 пойдут. Это вот так и происходит. Сексифистическая точка зрения, не, ну, браво, она, конечно, даже, это, понимаете, это, в общем-то, развитие, развитие социума, так и происходит. И вы просто включаетесь куда-то. А вот, когда хочется все и сразу, это вот от большой жалости к себе или вообще к людям, когда вот так вот нет времени терпеть. Давайте сейчас немедленно организуем. На самом деле, это длительные вещи, длительные процессы. Включаемся и делаем и с течением времени, да, и, конечно, новые поколения, которые сейчас задумываются об этом. Если мы им правильно преподносим вот эти жизненные ценности, они включаются, мы их обучаем. У них, да, широкое поле будет. Ну, я тоже оптимист, на самом деле, да, и ни в коей мере нельзя останавливаться в том, что мы вот куда-то идем. И, в частности, мы с своими небольшими, может быть, программами только жизнь показывает, что очень часто мы говорим, что да, окей, мы это сделали, мы рассказали, да, и мы рассказали всем широко сегодня там, или мы какие-то там материалы свои в интернет направили, на сайт еще там. Мы думаем, что все прочитают, все одинаково услышат, все одинаково воспримут и одинаково пойдут. Это вы, вот, нужно тут сказать себе стоп. Вот из того, что мы сделали, пять человек пойдет, а 70 еще не пойдет. Им надо либо еще раз сказать, либо еще раз показать, либо другими словами, в другое время сказать. Все что угодно. Я не знаю, вот как психолог меня, со мной согласится или нет. И вот здесь вот такого успокоения, что если мы каток открыли, вот сюда дети пошли, то вообще у нас все стало замечательно, да очень много людей не пойдут на этот каток. Ну, может быть, надо избавиться от этих людей, что завтра все будет. Я уже как-то избавляюсь. Хорошо, Оксана. Мы делаем то, что можно делать. Оксана, а если вот по факту, ты ходишь в спортзал, я знаю. Конечно. Сейчас каникулы были, ты еще и считала ходить? Ну, ты знаешь, дело в том, что я и так очень часто хожу в спортзал. Ну, сколько раз в неделю? У меня 10 часов тренировок в неделю. Это моя норма. Это моя норма жизни. Это 5 тренировок в неделю. Нет, это 10 тренировок. Нет, 10 тренировок. Вообще, 10 тренировок, да. Да, согласен. Да, Рома, я за год сходила 444 раза. Вот я закончил суток абонемент. Ты сейчас на Олимпийский урок Но таких споршедших не много. Да, таких фанатов спорта, как я. Хорошо. Но, что ты увидела в спортзале вот эти дни? Первый раз я в спортзал пришла 2 января. Я была в шоке. Я была в шоке, потому что такого посещения я не видела за 364 дня ни разу. То есть, в нашем зале просто были лишние люди, которых, в принципе, быть не должно. То есть, был просто перебор. Но, если... Абонементы, наверное, выгодят. Ну, не знаю. Не знаю. Если подарили, и они пошли, и подушку положили. Но все-таки в праздники я, в отличие, наверное, от большинства россиян, меньше посещала спортзал, потому что для меня это как работа, как естественная моя жизнь. И все-таки в праздники я уделяла внимание другим вещам. Ну ладно, мне интересно дальше. Но дальше, но дальше. Но потом, когда я уже пришла ближе к концу праздников, я увидела, что посещаемость достаточно... Ну, вот 2 января оно было какой-то филичным, потому что я удивилась, что столько народов 2 января готов... Нет, все были трезвые, все были трезвые, и даже выглядели очень прилично. То есть даже не сказать, что они были в затяжном праздновании. Но все вот спортсмены в один голос говорят о том, что мы немножко уже устали к 2 января попраздновать. Праздник начался, они уже устали. Нет, это то, что, конечно, это входит в моду и становится популярным. И, кстати, вот недавно на днях тут озвучили статистику по посещаемости фитнес-клубов в Россию. И удивительно, но на 9% за праздники посещаемость фитнес-клубов увеличилась. Ты согласна? Ты как человек, который ходит. Я хочу в это верить. Я хочу верить. Но при этом сказали, что есть такой прогноз, что после праздников будет спад посещаемости фитнес-клубов, потому что все после стресса, в принципе, даже многим будет тяжело входить в этот естественный процесс. Поэтому... Мне очень тяжело вам сказать, что эфир наш подошел к концу. Спасибо большое, уважаемые гости. Ну что ж, как мы так поняли, я так понимаю, никто из гостей не говорит, что каникулы надо запретить, но, может быть, их надо подрезать, насколько я понимаю. А самое главное, самое главное, дорогие телезрители, просто нужно правильно проводить свое рабочее время. Как вы сказали все гости, уметь, точнее, выходные свои, уметь их организовывать, уметь правильно отдыхать, как вот нам сказал наш уважаемый психотерапевт, психолог Юрий, как нам сказал, ему просто надо уметь отдыхать, а отдыхать и иметь выходные дни, как выясняются, это разные вещи. Да. И вот, если уж в конце, отдых, это не только физические занятия, и это важно, конечно, спорт, но это, в первую очередь, новые впечатления. Спасибо большое, уважаемые гости. Вам, дорогие телезрители, новых впечатлений в новом году и умение, наконец, вот, как мы сказали, правильно и качественно отдыхать. До новых встреч. До новых встреч.